МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости 24 и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водосберегающие технологии и что такое умная вода. Утверждена концепция развития водного хозяйства на 10 лет. Национальная стратегия Республики Узбекистан по правам человека распространена в качестве официального документа на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. КОВИД-19. Число инфицированных растет. Неутешительная статистика. От хаотичности к созидательному порядку. В Зангятинском районе Ташобласти возводится Ишек-Гузар-Сити. Одна из ведущих агропромышленных компаний Европы уже в активе наших партнеров. Экономия водных ресурсов имеет стратегически важное значение не только для Узбекистана. Складывающиеся тенденции демонстрируют повышение спроса на воду со снижением ее объемов ведут целого ряда факторов. Указ президента об утверждении концепции развития водного хозяйства в Республике Узбекистан в 2020-2030 годах позволит реализовать комплекс мероприятий по внедрению водосберегающих технологий, модернизировать инфраструктуру, автоматизировать систему учета. Комментарий программы более полно раскроет детали документа. У каждого ресурса на Земле есть своя альтернатива. Особняком в этом внушительном перечне остается вода. Ее ничто не заменит. И то, что вода – это действительно жизнь, ничто иное, как аксиома. По данным Всемирного института ресурсов, Узбекистан входит в состав 25 государств, имеющих предрасположенность к дефициту H2O. Ожидается, что к 2030 году нехватка воды в республике увеличится в 2,3 раза. В следующие 10-15 лет обеспеченность населения данной жизненно важной составляющей сократится в 2 раза. В то же время спрос на воду вырастет на 20%. Потребление воды в промышленности и энергетике возрастет на 84%. Вообще статистика в этом плане не просто впечатляет. Расход на 1 гектар в нашей стране в процессе полива составляет 10 700 кубометров, что на без малого 4 тысячи кубометров больше, чем в развитых в сельскохозяйственном плане странах. 298 тысяч гектаров поливных площадей вышли из оборота. На 560 тысячах гектар обеспечение влагой низкое. 46% почвы имеют различную степень засоленности. 60% ирригационных каналов и 70% лотков требуют реконструкции и замены. Из выделяемых государством средств на водное хозяйство в 70% идет на оплату электроэнергии и лишь 3% на восстановительные работы. Первый вызов это то, что растет спрос на воду. В связи с тем, что растет население и в связи с тем, что развивается экономика. Второй вызов заключается в том, что предложение воды как раз сокращается. Это связано с глобальными климатическими изменениями, прежде всего с таянием горных ледников. За последние 50-60 лет где-то 30% поверхности водных ледников мы потеряли. И если мы посмотрим, сравним с 80-ми годами прошлого столетия, мы потребляем воды, наша страна потребляет воды на 20% меньше, чем тогда. Хотя население у нас стало в 1,5-2 раза больше. И вот это несоответствие спроса и предложения, растущий разрыв, дефицит воды, он усугубляет тем, что у нас есть свои проблемы, которые этот разрыв усугубляет. Эта проблема заключается в том, что мы крайне неэффективно используем воду. Мы несем огромные потери воды при ее доставке и при ее потреблении. Как видите, проблематика довольно мышительная. А потому для выработки, принятия и реализации комплекса мер по ее разрешению президент подписал указ об утверждении концепции развития водного хозяйства Республики Узбекистан в 2020-2030 годах. В концепции указывается применение водосберегающих технологий до 2025 года на площади 1 миллион гектаров, а до 2030 года на площади 2 миллиона гектаров, что составляет около половины всех орошаемых земель Республики Узбекистан. И из них около 600 тысяч гектар – это применение капельного орошения. А также мы будем применять дождевальное орошение, применение гибких поливных шлангов, методом пульсар и других водосберегающих технологий. Это самое основное направление в нашей концепции. Также большую часть наших расходов в сфере водного хозяйства составляет электроэнергия, потому что более 60% всех орошаемых земель мы орошаем с помощью насосных станций. В год мы тратим около 8 миллиард киловатт-часов электроэнергии. Концепция предусматривается в 2025 году уменьшить на 1 миллиард. То есть 7 миллиард киловатт-часов электроэнергии мы будем тратить в 2025 году. В 2030 году намечается снизить ее до 6 миллиард киловатт-часов. То есть за 10 лет мы будем экономить 25% сегодняшней электроэнергии. Учитывая стратегическое значение вопроса, к разработке документа были привлечены авторитетные международные организации и эксперты, дабы стимулы для экономии водных ресурсов были значимее всех остальных моментов. От имени Азиатского банка развития мы поздравляем правительство Узбекистана с утверждением национальной концепции развития водного сектора до 2030 года. Для нас было честью поддержать усилия правительства и внести свой вклад в эту жизненно важную концепцию страны. АБР является одним из ключевых партнеров правительства в секторе водного хозяйства с 2001 года. Страна сталкивается с рядом ограничений в сфере водных ресурсов. В этом отношении сектор требует более широкого видения для стратегического планирования использования водных ресурсов. Мы очень рады быть частью этого новаторского шага в Узбекистане и будем продолжать тесно сотрудничать с правительством и заинтересованными сторонами. Указом также утверждена дорожная карта, рассчитанная на 2020-2022 годы. Анализ показал, что контроль за водными ресурсами, добываемыми из различных источников, осуществляют Министерство водного хозяйства, ЖКО, УЗГИДРОМЕД, ГОСКОМГЕОЛОГИЯ и ГОСКОМЭКОЛОГИЯ. Статистика в каждом ведомстве ведется различными способами. В результате нет единой системы учета надземных и подземных источников. В этой связи в рамках концепции в 2020-2021 годах на всех объектах будет стандартизирован учет воды. Будет усовершенствована и автоматизирована система ведения государственного водного кадастра. И к 2022 году будет создана единая система учета и управления всеми надземными и подземными водными ресурсами. Говоря о потерях во время полива, то они составляют 37%, а это ни много ни мало 19 миллиардов кубометров. В соответствии с концепцией, 22 тысячи километров магистральных и межхозяйственных каналов будут отремонтированы и восстановлены. 5600 километров реконструированы. Протяженность каналов с бетонным покрытием будет доведена до 46%. 12 тысяч 900 километров лотков будут обновлены. Это позволит повысить коэффициент полезного действия поливных систем с сегодняшних 0,63 до 0,73. 94% насосных станций уже исчерпали срок действия. Они морально, физически устарели. Отсюда большие издержки на доставку воды. Кроме вот такого рода технологических проблем, есть проблемы, скажем так, связанные с человеческим поведением, институциональные проблемы. Они заключаются в том, что у водопотребителей, тех, кто использует воду, особенно в сельском хозяйстве, и тех, кто доставляет воду, нет стимулов, чтобы эту воду экономить, чтобы повышать эффективность доставки воды и ее использования. Потому что основные издержки несет бюджет, сколько нужно государство дает. Те, кто потребляет воду и ее доставляет, их финансовые результаты слабо зависят от того, как они эффективно используют воду. Предусмотрены определенные налоговые, бюджетные стимулы, чтобы фермеры, прежде всего фермеры, но и другие водопотребители внедряли водосберегающие технологии. 1750 морально устаревших насосных агрегатов заменят на энергоемкие, а также обновят 2100 электродвигателей. Шкафы управления оборудуют экономичными установками. Еще раз повторим, невозможно управлять чем-либо, не зная точных объемов и учета потребления. В США, Австралии, Южной Корее и других странах водные ресурсы управляются при помощи цифровых технологий. У нас практически все данные отражаются на бумаге. Управление мелиоративными сетями, оценка засоленности почвы и определение уровня грунтовых вод по-прежнему проводятся путем выезда специалистов на места. Одному сотруднику в день приходится проходить по 30-40 километров. О какой эффективности может идти речь? В 2021 году будет полностью усовершенствована база данных по водопользованию и мониторингу и создана единая межведомственная информационная система. С 2023 по 2030 годы будет автоматизировано управление 100 крупных водных объектов. На всех, то есть на более чем 18,5 тысячах постах учета воды, будут установлены устройства по контролю в режиме реального времени Smart Water. Помимо этого, более 1600 насосных станций переоборудуют и ими можно будет управлять дистанционно. Более 27 тысяч мелиоративных наблюдательных колодцев будут автоматизировано измерять глубину подземных вод и уровень минерализации. Концепция развития водного хозяйства в Успекистане Это очень важный шаг в модернизации водного сектора в Успекистане. Это также очень важный вклад в региональное сотрудничество в Центральной Азии. Данная концепция задержит много важных пунктов. Внедрение принципов интегрирования управления водными ресурсами, включая поверхностные, подземные и спросные водные потоки. В рамках программы ЕС мы участвовали в разработке законов, постановлений и указов в водном секторе в течение последних 4 лет. Улучшение системы прогнозирования и учета водных ресурсов, улучшение качества данных и доступности для эффективного принятого решения. Здесь я хотела бы выделить нашу поддержку при создании национального водного катастра. К тому же с 2022 года покрытие электроэнергии, потребляемой насосными станциями в процессе выращивания хлопка и зерна, за счет бюджета будет осуществляться только в случае внедрения хозяйствами водосберегающих технологий. До 2030 года площадь поливных площадей, где применяются экономичные технологии, полива будет доведена до 2 миллионов гектаров. В частности, капельного рашения до 600 тысяч гектаров. А это экономия 35-40%, считайте 3,5-4 миллиардов кубометров. Освоение почти 300 тысяч гектар, вышедших из оборота территории, и улучшение водоснабжения еще на 370 тысяч гектаров. Разработаны конкретные механизмы управления водными объектами, расположенными на площадях, относящихся к кластерам, путем государственно-часного партнерства. В 2021-2023 годах в качестве эксперимента управление водными объектами Сардаринской области и водными объектами Куичерчикского района передается частному сектору. По итогам эксперимента будут разработаны проекты по передаче еще 48 объектов водного хозяйства. Это позволит сократить бюджетные затраты на данных объектах на 30%. Один из важнейших направлений является организация системного повышения квалификации специалистов и руководящих работников отрасли водного хозяйства, которая является неотъемлемым условием обеспечения устойчивости развития водного хозяйства в условиях скоротечных изменений. В частности, до сих пор такой системы не было. Вот сегодня, благодаря этому указу, создается систематизированное повышение квалификации, от которого сами специалисты и руководители водного хозяйства будут заинтересованы. В то же время, это их заставляет все время работать над собой и обеспечит свою высокую квалификацию с тем, чтобы быть достойным к занимаемой должности. В 2020 году 400 человек с высшим образованием пополнят сферу, а до 2030 года ежегодно тысячи высококвалифицированных кадров будут трудиться с целью улучшения водообеспечения республики. До 2030 года 40 научных открытий и ноу-хау должны быть воплощены в жизнь. В этом году на эти цели выделяется 2,2 млрд. сумм. Продолжится тесное сотрудничество со странами региона в части пользования трансграничными водными ресурсами. За своевременной эффективной реализацией концепции устанавливается парламентский и общественный контроль. Документ станет одним из ключевых аспектов обеспечения водной безопасности, который в принципе находится на одной ступени с вопросами национальной безопасности в целом. С другой стороны, каждый из нас должен осознавать значимость и ценность воды, когда сэкономленная капля становится морем, тем самым продлевая жизнь голубой планеты. Ведь именно вода создает такой неповторимый вид Земли из космоса. Народные приемные. Часть происходящих в стране перемен. Центр, где аккумулируются идеи и практические предложения по решению проблем в любой сфере, во всех точках страны. Об эффективности открытого диалога между государственными органами и населением репортаж программы. На общественный прием, организованный в Бустанском районе Андежанской области, также были приглашены жители Балакчинского, Шахриханского, Улугнарского районов. Получил кредит 26 апреля этого года. Проблема связана с местом. Хочу организовать трикотажный цех на 50 рабочих мест, потому я обращаюсь за помощью к вам. Наши задачи помогать таким молодым людям, как вы. Не скажу, что вопрос решится за один или два дня, потому что все связано с документами, договорами. С вами будет работать прокурор района. Мы обязательно окажем необходимую помощь. Связано ли это с кредитами, оборудованием, предоставлением здания? Лишь бы вы работали и создавали новые рабочие места. Мы все вас поддержим. Таким образом укрепилась уверенность в завтрашнем дне предпринимателя, который создал в течение года семь новых рабочих мест. Ильор Бек Хайдаров из Бустанского района занимается птицеводством и внедрил в практику кластерный метод. Намерен реализовать несколько проектов. После его обращения решился вопрос по организации дополнительно еще одного кластера и выделения земельной площади для укрепления кормовой базы. Ашохеда Дихконова из Балакчинского района во время общественного приема заключила соглашение с Министерством дошкольного образования относительно строительства на основе государственно-частного партнерства детского садика на 100 мест, который намечается сдать в эксплуатацию до конца нынешнего года. Открытый диалог состоялся и в Избасканском районе, где решен ряд проблем семей, нуждающихся в социальной защите. Так, Азизе Мадаминовой и районным хокемиатам будет оказано содействие выделения финансовых средств для проведения операции, в которой нуждается ее двухлетний ребенок. Десять дней назад полностью сгорело из-за пожара жилье Акмальджона Джумабоева из Махали-Маданят. К тому же огонь нанес вред и другим соседним домам. Соотечественник остался в очень трудном положении, потому обеспечат строительными материалами для восстановления его дома. В течение трех дней решены пять из одиннадцати обращений касательно асфальтирования внутренних дорог. Остальные шесть будут отремонтированы в рамках последующих программ. В частности, на основе обращений населения Маханинского схода граждан Акалтын из Басканского района приступили к приведению в порядок разбитых дорог села. Также начали покрывать асфальтом, доставлявшие много хлопот жителям, семь километров дороги по направлению Чуджабустон-Крухсой, Шахриханского района. Требовался ремонт и улицам Махали-Маурев, Бустанского района. Ныне начаты практические работы и здесь. В целом, в процессе общественных приемов в Андижанской области изучены 857 вопросов, обратившихся с ними 832 граждан. 298 решены на месте, по 218 даны правовые разъяснения. 341 взят под контроль. Национальная стратегия Узбекисана по правам человека. Важный документ разработан на основе всестороннего изучения актуальных вопросов обеспечения и защиты прав человека, анализа действующего законодательства, правоприменительной практики, а также результатов широкого общественного обсуждения, международных и национальных консультаций. На 74-й сессии Генеральной Ассамбле и Организации Объединенных Наций стратегия утверждена в качестве официального документа на шести языках ООН. На сегодняшний день в мире более чем 40 стран приняты национальные стратегии или национальные планы по правам человека. Следует отметить, что не все эти документы отражены в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи. И сегодня в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций среди зарубежных и экспертных кругов отмечается, что стратегия, которая принята в Узбекистане по правам человека, отвечает всем современным требованиям. В частности, в ней нашли отражение реализация целей устойчивого развития ООН. Вопросы гендерного равенства, защиты прав детей и лиц с инвалидностью. А также большое внимание передается вопросам фактификации новых международных договоров по правам человека. Эксперты более чем 10 стран мира, в частности, это Соединенных Штатов Америки, Японии, Южной Кореи, Индии, Израиля и других стран, отмечают своевременность и динамичность принятия национальной стратегии, которая была вынесена на общественное обсуждение и в течение 6 месяцев граждане, представители институтов гражданского общества, наши международные партнеры, национальные эксперты, выражали свое мнение, предложение по тем или иным позициям данной стратегии. Национальная стратегия Республики Узбекистан по правам человека, принятая 22 июня сего года, вызвала огромный интерес среди стран, членов организации объемов НАСА. Это связано с тем, что подобные документы принимают не всеми государствами, а лишь теми, которые строго соблюдаются и продвигаются права человека. В этой связи наш документ был издан в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи Организации Одних Наций и переведен на 6 официальных языков ООН. По откликам зарубежных экспертов, а также иностранных дипломатов, аккредитационных при ООН, принятие данного документа является очередным показателем серьезного намерения Узбекистана, следовательно по пути демократизации, открытия общества, укрепления гражданства общества, а также соблюдения верховенства закона. Безусловно, принятие данного документа положительно скажется на привлечении технического содействия организации объемов НАСА, ее специализированных структур, а также других международных институтов и стран-членов ООН по продвижению демократии, преобразованию страны и реализации различных проектов в этой сфере. Ожидается в этой связи в ближайшее время активизация переговорного процесса по данному вопросу. В настоящее время в свободной экономической зоне Кокант реализуется 85 инвестиционных проектов на 279 миллионов долларов. Повышается не только объем производимой конкурентоспособной продукции, но и экспортный потенциал региона. Создаются новые рабочие места. На днях здесь начали свою деятельность еще два предприятия на основе современных технологий. Пандемия коронавируса диктует свои условия, в том числе и в дальнейшем экономическом развитии страны. При строгом соблюдении правил карантина продолжает свою деятельность и более 6000 предприятий в Ферганской области. Объем же привлеченных с начала этого года в регион иностранных инвестиций составил 205 миллионов долларов, что позволило реализовать на практике 480 проектов с пометкой «Перспективно». Особый интерес у деловых людей вызывает широкие возможности, созданные в частности и в свободной экономической зоне Кокан, где реализуются 85 инвестиционных решений на 279 миллионов долларов. И только в первой половине нынешнего года удалось запустить 43 из них. И при этом постоянными рабочими местами обеспечены 2480 человек. В 2019 году осуществляли свою деятельность 37 предприятий, которые произвели продукцию на 891 миллиард сумм. В первом полугодии этого года ее выпущено уже на 700 миллиардов сумм. Доходы от экспорта составили 12 миллионов 700 тысяч долларов, что почти в полтора раза больше, чем в течение всего прошлого года. Процесс набирает обороты и в настоящее время сданы в эксплуатацию еще два новых предприятия, на одном из которых за счет освоения полутора миллионов долларов наладили производство меламиновой пленки, пользующейся высоким спросом на внутреннем рынке. Современная технология позволяет выпускать ее ежегодно на 70 миллиардов сумм. Меламин – это прочный материал, из которого делается мебель. Делаем фасады, строительные материалы, террасы. Ну, в общем, наш этот строительный материал, он везде практичен. Вместе с тем продолжаются мероприятия в рамках второго этапа, с завершением которых будут введены в строй производственные мощности по выпуску продукции более ста видов, необходимой для мебельной промышленности. Ранее она завозилась из-за рубежа, так что это станет еще одним практическим шагом в ее импортозамещении. На другом предприятии начали выпускать обувь. Основную часть трудового коллектива составляет молодежь, которая уверенно овладевает секретами профессии. В целом здесь ведется работа по реализации пяти проектов на 25 миллионов долларов. До сентября планируется запустить линию по производству искусственной кожи. Также намечается наладить выпуск нетканных изделий – пеносовелена и полиуретана. Согласно предоставленным данным, в ССК «Кант» все 85 проектов будут переведены в практическую плоскость до середины 2021 года, что обеспечит производство продукции на 4 триллиона 300 миллиардов сумм. При этом сумма экспорта составит 150 миллионов долларов. Далее статистика по COVID-19. По информации Министерства здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране к данному часу составляет 13 360 человек. Это значит, за последние 7 часов плюс 167 новых случаев. Возревевших – 7 852. Количество летальных исходов – 62. На вопросы граждан о причинах распространения коронавируса, о методах лечения, реализации карантинных мер, ответили на брифингах в столице. Эксперты штаба по борьбе с COVID-19 Министерства здравоохранения. Большинство вопросов, заданных экспертом, касались диагностики и госпитализации людей с подозрением на коронавирус. А также, по каким причинам пациенты с клиническими симптомами COVID-19 не направляются на обследование ПЦР или госпитализацию службы Н-103. Сегодня, когда число пациентов увеличилось, возникли определенные трудности. С целью их минимизации в Ташкенте создан ситуационный центр по контролю за распространением COVID-19. Организованы мобильные группы из трёх специалистов, а именно инфекциониста, эпидемиолога и врача общей практики. Эксперты отправляются к пациентам с симптомами коронавируса. В случае выявления у них клинических признаков, специалистами диагностических групп берутся последующие анализы или предпринимаются дальнейшие меры по госпитализации пациентов с очевидными симптомами. В Ташкенте шесть больниц ориентированы на лечение заражённых COVID-19. Для информирования населения по этим вопросам в стране круглосуточно работают колл-центры. 10.03 по республике и 11.05 для жителей столицы. Все обращения граждан отправляются и в ситуационный центр, где на основании всех запросов координируется дальнейшая деятельность мобильных групп. Работа в этом направлении уже начата. МИЗДРАФ разместил адреса и контакты государственных и частных центров, в которых можно сдать тесты на коронавирус. В этой связи столкнутся ли граждане с проблемой большого наплыва людей, нуждающихся в тестировании возле государственных центров, где анализы проводятся на бесплатной основе. В начале, пару недель тому назад, в городе Ташкенте мы создавали 5 мест, где проводились тестирования от граждан, получали мы соответствующие анализы. То сегодня, после того, как МИЗДРАФ разрешил 6-ти негосударственным учреждениям проводить тестирование методом ПЦР, мы увеличивали наши пункты приема до 10. В 10 центрах, кроме Алмазарского района, сейчас проводится бесплатное тестирование от населения города Ташкента. Вопрос изоляции домашних животных также был в центре внимания. У нас в республике есть такой приют под названием Хаят, который находится в Кибраевском районе Ташкентской области. Вы можете обратиться по телефону 90-357-44-77. Сотрудники прибудут на зоотакси и заберут вашего питомца на 14 дней. В ходе брифинга соответствующими министерствами и ведомствами также была представлена информация и о правовых рамках карантинных правил, создании продовольственных резервов и других вопросах. С 10 июля вновь усилены карантинные ограничения. Это касается передвижения автотранспортных средств, проведения массовых мероприятий, деятельности рынков и не только. С 13 июля введены дополнительные меры, в частности, приостановлена работа парикмахерских и салонов красоты. А людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без острой необходимости. О том, уменьшилась ли статистика нарушения правил карантина, репортаж Джамшита Суатова. Рейды, проведенные в сотрудничестве с Управлением координации органов внутренних дел города Жузака, показали, что среди населения все еще встречается безразличное отношение к своему здоровью. Несмотря на то, что прошло три дня с момента усиления карантинных ограничений, нарушений среди граждан выявляется немало. Странно, что салоны красоты, парикмахерские в городе все еще продолжают вести свою деятельность. Да и условия не соответствуют требованиям санитарной безопасности. Подобную картину мы увидели в некоторых аптеках. Продавцы торгуют без медицинских перчаток. Владельцы продуктовых магазинов также позабыли о правилах гигиены. Мы видим, как пункты общественного питания продолжают работать и по сей день. Немало вопросов и к самим гражданам, решивших пообедать здесь в кругу друзей. Неужели они до сих пор не осознали, насколько серьезна сегодняшняя эпидемиологическая ситуация? Сотрудниками органов внутренних дел по всем выявленным случаям составлены протоколы об административном правонарушении. Нарушителям правил карантина даны предупреждения. Сегодня ответственным сотрудникам приходится усилить подобные профилактические работы, поскольку большинство случаев заражение коронавирусной инфекцией выявляется и среди населения. По мнению экспертов, причина вне соблюдения обычных правил санитарной безопасности. Проезжая по улицам Шузака, мы видим, как некоторые граждане все еще ходят без медицинских масок. Не соблюдается и социальная дистанция. К сожалению, результаты рейдов, произведенных в этом городе, нас не радуют. Десятки нарушений всего за несколько часов съемок. Подобные извещения на местах продолжаются. В столице начал функционировать информационно-аналитический центр, созданный при специальной республиканской комиссии по подготовке программы мер по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Республике Узбекистан. Как собираются справляться новые центры с новыми задачами – наш материал. Организованный с нуля центр создал четкую прозрачную вертикаль получения оперативных и достоверных данных по COVID-19 ежедневно. Объем стекающейся сюда информации позволит оптимизировать работу ведомств и укрепить цепочку оказания помощи людям в каждом отдельно взятом звене, особенно если оно слабое. О целях и задачах созданного оперативного информационно-аналитического центра мы поговорили с заместителем министра здравоохранения Улубеком Сабировым. Расскажите, пожалуйста, какие задачи поставлены перед новым этим органом? Этот центр республиканский ежедневно собирает информацию, как идет работа именно с борьбой с пандемией. Этот центр объединяет многие министерства и ведомства. Это министерство здравоохранения, это министерство внутренних дел, это счетная палата, это министерство финансов, это министерство по махали и семьи. Появляются проблемы и пути решения этих проблем. То есть они, если более детально, они касаются вопросов в основном здравоохранения, распределения людей, как им оказывается медицинская помощь, лекарства, это направление? Совершенно верно. Например, идет работа сбоя, работа 10.03 или 103, и этот центр контролирует эту работу сбоев. То есть он мониторирует, и эти проблемы выявляются. Или в какой-то больнице очень много пациентов, и она не может принять. То есть идет перераспределение пациентов с одной больницы в другую, чтобы равномерно распределялся, и чтобы наши граждане получили своевременную квалифицированную помощь. Здесь же будет анализироваться информация по обеспечению лечебных учреждений всем необходимым, по качеству медуслуг, по койко-местам, а также по выплатам врача. Доходит ли до них деньги, которые государство выделяет им за работу на передовой? А если нет, то каждый отдельный случай будет решаться оперативно. Стоит сказать, данный центр будет обрабатывать весь поток информации и обращений, касающихся COVID-19. Это поможет оптимизировать направление и масштаб работы. Главная цель — повысить эффективность мер, предпринимаемых в Узбекистане по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также адресной помощи населению. Напомним, ответы на свои вопросы узбекистанцы могут получить по специальному короткому номеру 1003. 12.11. Для многих эти цифры превратились в аббревиатуру помощи. Это телефон доверия Федерации профсоюзов Узбекистана. Он создан специально для оказания помощи и поддержки женщинам. Специальная республиканская рабочая группа не только ведет мониторинг проблем, но и эффективно содействует их решению. О результатах принятых мер в Каракалпакстане и Бухарской области расскажет Наргиз Шейсламова. Согласно данным республиканской рабочей группы, созданной для целенаправленного и своевременного решения проблем женщин, в колл-центр, организованный Федерацией профсоюзов, короткий номер 12.11, поступило 27 481 обращения, из которых в разрезе сферы и направлений 8 927 касались социальной сферы, 5 455 – это жилищные вопросы, 2 823 – вопросы трудоустройства, 2 698 – просьбы оказать помощь в период карантина, 1308 – обратившихся попросили помощи в получении алиментов, 1262 – обращения касались правовой сферы, 1212 – это внутрисемейные вопросы, 672 – кредитование, 667 – касались сферы здравоохранения. На телефон доверия 12.11 от жительниц Каракалпатстана поступило 939 обращений. Спектр просьб затрагивал самые разные сферы и темы. Каждая рассматривается в установленные сроки, как, например, в случае с Ферузой Фазулаевой, проживающей по адресу улицы Ибраима Юсупова, 14, Тахиаташского района. Она вдова, воспитывает двух дочерей. Семья очень просила помочь с ремонтом дома, на который нет никаких средств. И действительно, жилье было в очень плохом состоянии. Я очень счастлива, потому что мое обращение по номеру 12.11 не осталось в режиме ожидания. Я попросила отремонтировать дом, и смотрите, как я теперь живу. 912 обращений на телефон доверия Федерации профсоюзов 12.11 поступило у жительниц Бухарской области. Изучение фактажа выявило целый пласт нерешенных проблем. Это наглядный результат формального, безразличного отношения местных чиновников к судьбам обратившихся. Среди них Манзура Базуарова из Махали-Истыхбал, селения Юкара-Катунги, Каганского района. Многие годы его жители мучили проблемы с питьевой водой и электроснабжением. Плохие дороги. Но руководители района на обращение людей не реагировали. В нашем хале на некоторых улицах есть вода, а на нашей нет питьевой воды. Мы носим ее издалека, и ладно летом, а зимой не натаскаешься, дороги разбитые. И во время карантина без воды тяжело. Пользовались подземными источниками. От нее у детей сыпь, волосы выпадают. Поэтому я вынуждена была обратиться в колл-центр. Жители сами должны стараться решать свои проблемы. А вы в такой ситуации, когда вы один на один с проблемами, никому нет до них никакого дела. Вы бы хотели жить в такой махале? Ну, я бы старался найти решение. Нет, вы бы жили? Ну, не знаю. Амалика Ялолова из Махалитынчлик, караул Базарского района, в своем обращении поняла вопрос трудоустройства, а также попросила оказать материальную помощь. Я дошла даже до прокурора. Никто не принимает мер, никто не хочет помочь. С той стороны и магазин, и дом все снесли. Зульхумарапа, вот эта девушка расстроена, что никто не реагирует на ее обращение о помощи в тяжелых жизненных обстоятельствах. Ни Хаким района, ни Махаля, ни ответственные за трудоустройство. Потому что ее проблемами никто не интересуется. Как это? Я не хочу оправдаться тем, что лишь два месяца как работаю здесь. Но когда я только пришла, эта девушка имела работу. За эти два месяца вы какую-нибудь помощь оказали? Обратимся к разбивке по всему массиву поступивших обращений. Напомним, их 27 481. Итак, почти 70% из общего показателя решены в рамках закона. 10,3% решаются с соблюдением сроков. Ровно 8% — это долгосрочные обращения, которые взяты на контроль. Почти по 7% обращений срок исполнения продлен. 5,1% — это нерешенные или обращения с нарушением сроков исполнения. В данном контексте среди ведомств и органов исполнительной власти на местах, работа которых вызывает нарекания, нерешенными остаются обращения к Министерству здравоохранения «Шадманов» — 42%, АКБ «Микрокредитбанк» — 38%, Министерство высшего и среднего специального образования «Маджидов» — 16%, Министерство занятости и трудовых отношений «Кусанов» — нерешил 13% обращений, Хокемиат Сурхандаринской области «Боболов» — 26% нерешенных обращений, Хокемиат Новоийской области «Турсунов» — 22%, Хокемиат Бухарской области «Камалов» — 18%, 11% — показатель нерешенных обращений, поступивших в Хокемиат Кашкадаринской области «Мирзаеву». Данные показатели еще раз призывают ответственных лиц критически проанализировать свою работу с обращениями и повысить личную компетенцию для их эффективного решения, а мы будем системно отслеживать ее динамику и результативность. Обзорную передачу, посвященную рассмотрению обращений женщин на короткий номер 12-11, смотрите на телеканале «Озбекистан-24» сразу после вечернего выпуска новостей на русском языке. Еще один перспективный инвестиционный проект реализован ассоциацией «Узбеки Пиаксануат» в сотрудничестве с корейскими партнерами. Советное предприятие уже в течение года выпускает качественную продукцию, которая успешно двигается в экспортном направлении. Еще два года назад планы по созданию в Ахангаранском районе Ташкентской области такого рода предприятия вызвали бы скептические усмешки как местных жителей, так и тех, кто хорошо знаком со здешней спецификой. Дело в том, что производство куконов здесь не было налажено, а состояние тутовых плантаций оставляло желать лучшего. Принятые за последние годы ряд указов и постановлений президента страны, а также соответствующие правительственные документы стали важным фактором развития сферы. И как следствие возросла заинтересованность иностранных инвесторов. Помимо китайских налажено сотрудничество с корейскими партнерами. В результате появился кластер, рассчитанный на полный цикл производства шелка. От создания тутовых плантаций до переработки куконов и выпуска готовых изделий, предназначенных на экспорт. В прошлом году, 12 ноября, мы начинали работать. Мы сейчас пускаем шелковое блокно и шелковое бата и экспортируем почти 100% в Корее. В этом году мы получили 5,5 миллиона долларов. Общая стоимость проекта составляет 5,5 миллионов долларов. На сегодняшний день освоено 2,2 миллиона долларов. На первом этапе закуплено оборудование для выпуска шелкового волокна. Сейчас производим его порядка 20 тонн и 3-4 тонны шелковой ваты, которые используются при изготовлении подушек и одеял. В настоящее время здесь трудится 100 постоянных рабочих. Еще около 2000 сезонных работников выкармливают гусеницы тутового шелкопряда. В будущем мы планируем увеличить их число до 10 тысяч. На втором этапе будет установлено оборудование для глубокой переработки сырья. Соответственно, возрастает и число новых рабочих мест. Если с прошлого года по сегодняшний день предприятие экспортировало продукцию на сумму около миллиона долларов, в краткосрочной перспективе этот показатель достигнет полутора миллионов долларов. Для кормовой базы предприятия планируется дополнительно отвезти еще 100 гектаров земли, где также будут высажены плантации тутовых деревьев. Кроме того, ассоциации «Узбек» и «Паксонар» создана международная торговая площадка для приобретения выпускаемой продукции без посредников. Реализация такого рода проектов, внедрение современных технологий, укрепление потенциала отрасли позволит нашей республике занять лидирующие позиции в шелководстве. В соответствии с инвестиционными программами на 2020-2022 годы в Зангятинском районе Ташкентской области будет реализовано 44 проекта на 3 триллиона 944 миллиардов суммах, в результате чего будет создано более 6,5 тысяч новых рабочих мест. О новых современных архитектурных решениях в нашем следующем сюжете. Интерес инвесторов обусловлен географическим положением Зангятинского района. Начатое строительство призвано кардинально преобразить территорию районного центра Эшангузар. Поскольку в последние годы рост числа расположенных здесь многочисленных торговых комплексов, рынков, пунктов оказания бытовых услуг и прилавков с изделиями ремесленников привел к образованию постоянных пробок. Безусловно, сложившаяся ситуация требовала оптимального архитектурного решения. К процессу были привлечены национальные и международные эксперты. Детально изучен передовой зарубежный опыт, равно как и местная специфика. В результате разработан генеральный план строительства Эшангузар-Сити, который состоит из двух этапов. На сегодняшний день в рамках первого этапа проекта начато строительство гипермаркета, а также доступных для населения современных 9- и 12-этажных жилых домов за счет сноса 36 жилых и 30 нежилых объектов. Одновременно для удобства водители будут расширяться ближайшие дороги и трассы. На первом этапе строительства на площади свыше 8 гектаров планируют засвоение 50 миллионов долларов. 20 из них — это средства местных инвесторов. Столько же составляют инвестиции китайских партнеров. 10 миллионов — кредит коммерческого банка. На месте лавочек с изделиями ремесленников появится пятиэтажный торговый комплекс. Он позволит разместить в три раза больше торговых точек, а также создать несомненное удобство как для продавцов, так и для покупателей. Площадь каждого этажа гипермаркета превышает 8 тысяч квадратных метров. На первых трех этажах разместятся торговые точки. Четвертый и пятый этажи — это развлекательная зона для детей и взрослых. Помимо пассажирских, здание будет оснащено грузовыми лифтами. Рядом будет расположена семиэтажная автостоянка на 600 автомашин. В процессе строительства в обязательном порядке учтены интересы бывших владельцев жилых и нежилых помещений на этой территории. В общей сложности им выплачено более 35 миллиардов сумм. Порядка 40 миллиардов составляет стоимость техники, привезенной подрядчиком из-за рубежа. На сегодняшний день уже освоено 13 миллионов долларов. А свыше 200 специалистов трудятся на 214 тысячах квадратных метров, строго соблюдая все правила карантина. Ключи от 304 квартир в 15 многоэтажных домах, строительство которых включено в первый этап, будут переданы их владельцам уже в октябре текущего года. Посольством нашей страны во Франции проведены переговоры с генеральным директором одной из ведущих компаний Европы по выращиванию и реализации саженцев фруктов. Балдастенет договоренность о создании интенсивных садов в Узбекистане и организации совместного питомника. Кроме того, в целях расширения и активизации инвестиционных и торгово-экономических отношений начала свою деятельность новая узбекско-французская компания. Подробнее далее. Компания «Долевал» занимает одну из ведущих позиций в Европе по выращиванию и реализации саженцев косточковых. Это яблони, черешни, абрикосы, персики, нектарина и сливы. Во Франции у нее четыре филиала. За последние 30 лет ее специалистами созданы более сотни новых сортов. Ежегодно компания продает до 5 миллионов подвоев, то есть привитых саженцев и свыше 5 миллионов яблони, грушевых деревьев. Продукция экспортируется в 40 стран мира. В целях внедрения передового опыта разработки новых сортов посольством нашей страны организованы переговоры с генеральным директором компании «Долевал» и ознакомление с ее производственными объектами в городе Вильер-Котре. Осуществляется деятельность по двум направлениям. Первое – создание новых генетических сортов подвоев яблони, груши и семечковых фруктов, адаптированных к жесткому климату и устойчивых к различным болезням. При этом уделяется особое внимание вкусовым качествам без применения химических фунгицидов. Второе направление – выращивание саженцев согласно требованиям заказчика и потребителя. Наша компания сотрудничает со многими странами мира и делится своими знаниями и опытом, а также новыми технологиями по выращиванию фруктовых деревьев. Наша цель – дальнейшее углубление сотрудничества с Узбекистаном и реализация долгосрочных проектов с местными заинтересованными партнерами. По итогам переговоров достигнута договоренность по обмену специалистами по созданию интенсивных садов в республике и организации совместного питомника в одном из регионов Узбекистана. В целях расширения активизации инвестиционных и торгово-экономических отношений в Париже состоялась церемония подписания учредительных документов компании ABM Organics LLC. Основными акционерами новой структуры выступили французская компания Opal & Co. и узбекская компания Marathon Finlex. Деятельность предприятия будет направлена на увеличение экспорта узбекской продукции в Европу, привлечение инвестиций и ноу-хау технологий в Узбекистан, содействие в налаживании и развитии партнерства как между экономическими кругами, так и межрегионального сотрудничества. В Узбекистане во всех военных округах прошли торжественные церемонии принятия присяги Родине. Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией, молодые патриоты готовы выполнять любые поставленные задачи, возлагаемые на военнослужащих вооруженных сил. Репортаж Лолы Ракаевой. В вооруженных силах пополнения присягу на верность Родине принимают военнослужащие и срочники. 9.00, ни секунды позже, ритуал присяги начинается с протокольной точностью. На плацу 650 солдат-срочников, 650 присяг на верность Родине. На плацу военнослужащие нового призыва, которым предстоит проходить срочную в Академии вооруженных сил в Черчихском высшем танковом командно-инженерном училище. Усвоив азы армейской науки, еще вчерашние призывники теперь готовы к главному ритуалу, который в этом году проходит в несколько ином формате. И не только потому, что вследствие карантинных мероприятий присутствовать на столь важном для молодых людей событии не могут их родные и близкие. Но уже сам факт, что несмотря ни на что, выполнить свой долг перед Родиной с честью и достоинством пройти все армейские испытания готово. Большинство настоящих патриотов говорит о многом. Кстати, и сам текст клятвы в соответствии с законодательством изменен. Отныне военнослужащие принимают присягу Родине. Клянуться быть преданными народу, Родине и президенту. Подстать своим великим предкам, отцам и дедам. Само название говорит о том, что военнослужащий дает присягу Родине. Родина одна, Родина священна. И смысл этой присяги затрагивает душу человека. Сегодня для меня торжественный, очень важный день. Сегодня я принял присягу Родине и очень этим горжусь, потому что я всю свою жизнь мечтал служить в армии. Я готов исполнять любые приказы командиров и начальников. К выполнению любых поставленных задач, в том числе государственной важности, национальной армии в мирное время демонстрируют примеры мужества и героизма. В ходе спасательных миссий, обеспечения безопасности и стабильности, готова и пополнение Ташкентского военного округа. С позитивным настроем и готовностью подчиняться строгому армейскому распорядку намерены и эти молодые парни, у которых впереди служба в войсках Центрального военного округа. Большинство из них признается, армия станет важной строкой в их биографии. Защищать интересы и суверенитет государства и народа готовы с полной самоотдачей. Максимум усилия они уже приложили и теперь в строю военнослужащие срочной службы Юго-Западного особого военного округа. Пройдя строгий отбор, они уже приблизились к мечте. Впереди не менее серьезные испытания, в ходе которых им предстоит научиться защищать свои семьи. Также торжественно и почетно прошел священный ритуал в войсках Восточного военного округа. Слова клятвы, исполнение государственного гимна страны, а также своеобразного символического гимна национальной армии были подытожены по традиции поздравлением от имени министра обороны Узбекистана. По инициативе президента утверждена присяга родине. И это не только смена названия, в ней заложен особый смысл. И даже несмотря на пандемию в стране, большинство молодых парней пополнили ряды национальной армии. Уже заметно возмужавшие и уверенные в своем выборе главную клятву в жизни на верность родине произносят солдаты-срочники Северо-Западного военного округа. А вот такое своеобразное именное поздравление от имени командования округа не исключено. Уверенности поприбавят, чтобы не просто произнести, а осознать весь смысл произнесенных слов. На сегодняшний день у нас происходит пандемия. Так как вы уже знаете COVID-19, исходя из этого всего, мы приняли присягу родины. К сожалению, наши родные и близкие не смогли посетить нас в такой ответственный день. Они гордятся нами, они ждут нас и верят в то, что мы всегда будем стоять на рубежах и защищать нашу страну, чтить наши традиции. Наша страна может спать спокойно и верить. Итак, целый месяц подготовки позади и все только ради этого момента и этих слов присяги. Впереди усиленные тренировки и освоение теоретических знаний военной науки. Но уже за это время каждый из них понял, почему он в армии и для чего нужна присяга с размахом. И исключительно от них самих теперь зависит, как сложится их дальнейшая судьба. И только для лучших из лучших этот выбор сможет стать профессиональным трамплином. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами на нашем телеканале. Берегите себя.